Здравствуйте! В эфире специальный проект канала Сарату-24 «Открытая позиция». Я ведущий этого проекта Владимир Моисеенко. Сегодня свою позицию в нашей студии откроет редактор российско-казахстанского IQ-клуба Юрий Аршинов. Юрий Евгеньевич, здравствуйте! Добрый день, уважаемый Владимир, телезрители! Российско-казахстанский IQ-клуб. Скажите, пожалуйста, что это такое? Очень интересное название. Я думаю, большинство наших телезрителей вполне представляют, что такое IQ, что такое клуб. Давайте соединим эти два понятия. Чем занимается этот клуб? Да, действительно. Российско-казахстанский экспертный IQ-клуб – это достаточно новая молодая структура, которая создана для информационно-аналитического обеспечения деятельности взаимоотношений России и Казахстана, в том числе в рамках развития проекта, общего интеграционного проекта «Евразийский экономический союз». Создана эта структура в декабре 2015 года, стало быть, совсем недавно, чуть больше года, полтора года этой структуре. И за это время было реализовано два проекта. Собственно говоря, первый проект был нами реализован полгода тому назад, а вот сегодня нам хотелось бы поговорить о более актуальном проекте – синергии аналитических центров на пространстве Евразии. Но суть в чем? Российско-казахстанский экспертный IQ-клуб объединяет лучших экспертов в сфере международных отношений России и Казахстана, способных полноценно и всесторонне дать анализ взаимоотношениям России и Казахстана, наметить основные пути развития двух стран в сфере экономики, гуманитарного сотрудничества, политики, многосторонней и двухсторонней повестки. Мы практически все слышали такое понятие, как Евразия. Какая-то отличительная особенность вот этой территории, какая-то отличительная особенность истории этой территории, народов, живущих на этой территории, интеллектуального развития и ментальной жизни, на ваш взгляд, есть? Безусловно, есть. Вы знаете, когда мы говорим про евразийское пространство, здесь очень важно понимать следующее. Мы этот термин используем именно в таком прикладном интеграционном смысле. И что я хочу этим самым сказать. Очень было широко общеупотребительно после распада Советского Союза понятие постсоветское пространство. То есть это такой момент полураспада некогда единого общего политико-экономического, культурного пространства. Но время идет, и время разрушаться, приходит время созидать. И вот наступает такой момент, когда в политико-экономический экскурс вводится пространство, давно известное уже евразийское пространство. Но здесь оттенок не только лишь тот, который в него привносил Гумилев, культурный, этнокультурный. Здесь он как раз политико-экономический. То есть, когда мы говорим о современном евразийском пространстве, мы говорим о неком пространстве объединения и развития. То место, где Россия, в данном случае Казахстан, являясь интеграционным центром, создает возможности для нового развития интеграции в центре Евразии. Мы уже сказали, что вы редактор IQ-клуба. То есть, это интеллектуальный клуб как минимум, а как максимум это очень интеллектуальный клуб. Вот скажите, пожалуйста, вот у вас есть такие программы, как «Реалполитик» для Евразии, «Центральная Азия. Итоги 25 лет развития». Вообще, по названию, это, я бы сказал, амбициозные проекты, претендующие не просто на какой-то обзор, а на аналитику. Вот что в рамках этих проектов происходит? Кто участвует? О чем говорят в рамках этих проектов? Да, все верно. Вы верно обозначили современные проекты, которые реализует российско-казахстанский эксперт на IQ-клуб. Все эти проекты, они объединены под одним таким большим проектом, который называется «Синергия аналитических центров на пространстве Евразии». О чем вы сказали. Собственно говоря, и российско-казахстанский клуб является частью этого проекта, как бы интегратором этого проекта, интегратором усилий российских и казахстанских экспертов. Но не только лишь. Просто среди наших учредителей, наряду с Саратовским информационно-аналитическим центром Евразии по Волжье, также входит Московский политологический центр «Север-Юг» и аналитический комплекс библиотеки первого президента Республики Казахстан, лидера нации. Это ведущая информационно-аналитическая структура Казахстана. То есть, как бы российско-казахстанский клуб-интегратор этих процессов, встреч экспертов. Соответственно, вот те встречи, которые вы обозначили, да, действительно, мы провели три конференции за этот период времени. С октября по апрель 2017 года мы провели три конференции. Одна из них прошла в Астане, Реалполитик, как раз, где мы подробно, встретившись как раз на базе Евразийского национального университета с представителем библиотеки первого президента, мы наметили какие-то такие основные ключевые направления и сценарии развития для Центральной Азии. Обсудили проблемы безопасности, международного сотрудничества в сфере экономики. Одна из конференций называлась «Центральная Азия. Итоги 25 лет развития». Каковы итоги, на взгляд участников этих конференций? Нет ли сожаления о том, что мы когда-то жили в единой стране? Вообще, какие тенденции вот на этих конференциях прослеживаются? Да, я бы хотел отметить, ваш вопрос очень попадает в суть этого мероприятия, потому что прошло оно на базе Высшей школы экономики, факультет медиатехнологии, кстати. И там был формат совершенно другой, новый, нами до этого не опробированный, это в формате мозгового штурма. Мы предложили участникам из ведущих вузов России, Казахстана, экспертных структур на обсуждение три сценария. Оптимистический, негативный и позитивный сценарий развития «Центральной Азии». Рассмотрев эти сценарии, участники, конечно, выявили некоторые тревожные тенденции. Эти тенденции известны в сфере безопасности, они непростые, мы можем увидеть их отражение сейчас, в частности, в современных реалиях. К общему знаменателю участниками пришли, что все-таки, пожалуй, сейчас наиболее такой вероятный сценарий развития, оптимальный, умеренный сценарий, когда риски в сфере безопасности все-таки будут контролироваться участниками объединения, и они не выйдут за пределы региона. Но при этом риски экономического развития, связанные со снижением цен на мировых сырьевых рынках, они постепенно будут снисходить на нет, что придаст определенный позитивный импульс развитию. То есть мы не ожидаем такого очень бурного экономического развития в ближайшее время. Но вместе с тем Евразийский экономический союз, в частности, примитивно к Центральной Азии, покажет позитивную экономическую динамику. Это к чему я говорю, отвечая на ваш вопрос. Евразийский экономический союз не является политическими объединениями. Если мы говорим о некой ностальгии к советскому периоду, то, конечно, Евразийский экономический союз не является реинкарнацией Советского Союза. Ни в коей мере. Ни в коей мере не является. И на этих встречах, в принципе, конечно, основной язык рабочий всех этих встреч. Русский. Как был, так и остается. Да, на наших встречах бывают и американцы, и европейцы из посольства, дипломаты. Но говорим, прежде всего, об экономике. И когда, так сказать, партнеры начинают пытаться усмотреть некие имперские амбиции, то мы твердо заявляем, что Россия в этот проект политического контекста не вносит. Юрий Евгеньевич, по формату нашей программы у нас есть несколько пауз. Сейчас будет первая пауза, во время которой мы более подробно расскажем нашим телезрителям о заседании экспертного совета, который состоялся у нас в Саратове. Мировая юридическая практика показывает, что в любых спорных ситуациях со временем удается найти компромиссный вариант разделения морского шельфа. Тема Каспия обсуждается в Саратове. В Саратовском государственном университете на площадке Института истории и международных отношений заседает российско-казахстанский экспертный АКЮ-клуб. Международный круглый стол собрал экспертов из России, Казахстана и Иранов. В центре внимания доклад «Каспийский регион 2025. Экономика, безопасность, интеграция, сценарии и прогнозы». Авторы – ученые Москвы и Саратова. Они проанализировали ситуацию в Прикаспийском регионе на перспективу. Это политологический экскурс с оттенками футурологии, скажем так. Поэтому, безусловно, представленный здесь сценарий не является никакой догмой. Это лишь варианты возможного развития, которые мы оцениваем с той или иной степенью вероятности, исходя из представленных аргументов, ну и наших субъективных оценок. Доклад вызывает бурные обсуждения, особенно по теме развития нормативно-правовой базы Прикаспий. Ведь до сих пор не решен вопрос статуса водоема. В связи с этим, как поделить его между странами Прикаспийского региона. Представитель Ирана согласился с автором доклада о недопустимости вмешательства третьих стран, а именно Европы и США, в решении этого вопроса. Ахмат Насер в Ахшитех считает, что проблема может быть решена уже на ближайшем саммите в Астане. Казахстан и Астана имеют очень большой потенциал выступить модератором в этом процессе поиска компромисса, поскольку Казахстан сохраняет хорошее отношение и со странами Европы, и со всеми государствами Прикаспийского региона. Поэтому мы ожидаем позитивных сдвигов от предстоящего саммита в Астане и рассчитываем на то, что удастся достичь каких-то компромиссов. Участники дискуссии согласились с авторами доклада, что взаимодействие стран Прикаспий в сфере добычи и транспортировки углеводородов важно в плане экономического развития и внутриполитической стабильности региона. Но необходимо создать условия для реализации совместных инвест-проектов. Для России и Казахстана совместная разработка пограничных месторождений представляет очень большую перспективу и большую интерес. Другое дело, что непосредственные действия, реализация данных проектов несколько тормозится, однако в перспективе и в теории, и на практике данное взаимодействие останется ключевым. Эксперты подробно остановились и на обеспечении безопасности в регионе, затронули и тему экологии Каспия. По итогам круглого стола были выработаны практические рекомендации, которые направят уполномоченные ведомства и инстанции прикаспийских государств. Итак, мы продолжаем нашу программу и, на мой взгляд, очень интересный разговор. Юрий Евгеньевич, насколько понимание того, что Каспийский регион – это регион особый, что это регион перспективный, сегодня есть у этих стран, стран-участниц ваших конференций, стран-участниц вот этих вот процессов, и вообще есть ли на этом пространстве интеграционные процессы? При Каспии понятие широкое достаточно, но в целом мы говорим о пятерке стран. Да, это как раз Россия, Казахстан, Туркмения, Азербайджан и Иран. Это страны, непосредственно примыкающие к прикаспию. Мы здесь, конечно, выделяем несколько факторов развития. И вот хотелось бы для начала подчеркнуть, что это мероприятие прошло в Саратове, что на самом деле очень важно, потому что Саратов-то находится на пересечении двух международных транспортных коридоров – это восток-запад и север-юг. А север-юг – это коридор, я напомню, который идет от Аман, от Персидского залива, и должен, и выходит в Петербурге, то есть на рынке западной. То есть и Саратову, как городу со славной торговой историей, как раз и необходимо принимать участие в таких экспертных обсуждениях. И, кстати говоря, в Саратовском госуниверситете воссоздан в 2016 году центр иронистики, и ФРС изучается, что очень важно. Но вот помимо экономики, транспортной составляющей в проект «При Каспия» безусловно входит энергетическая составляющая, поскольку основное богатство «При Каспия» наряду с «Эситровыми» – это, безусловно, энергоносители, нефть и газ. И, соответственно, ключевые аспекты – это соперничество энергетических стратегий, потому что есть проекты у России по транспортировке нефти и газа. Есть альтернативные проекты, которые конкурируют. Но Россия все-таки обладает монопольным положением, с одной стороны, здесь. Но, с другой стороны, без консенсуса на «Каспии» обладает монопольным положением, я пояснить, конечно, должен в сфере обладания трубопроводной системой, которая досталась на наследство Советского Союза. Но в сфере нормативно-правовой без консенсуса никак не обойтись. Поэтому ключевым аспектом в настоящий момент является обсуждение общей нормативно-правовой базы, определение статуса «Каспия», окончательного определения. И как раз на 2017 год запланирована встреча в Астане, в которой на высшем уровне будут обсуждаться эти вопросы. И если, допустим, Россия заключила двусторонние соглашения практически со всеми участниками, кроме Ирана, то у Ирана несколько иная позиция по этому вопросу. Но вместе с тем все страны солидарны, что международный правовой статус «Каспии» должен определяться только внутри «Каспийской пятерки». Я вот подчеркну. Получается так. Позиции несколько отличаются, но разговор идет, а это главное. Да, совершенно верно. Сотрудничество идет, и динамика прикаспийского процесса, переговорного видна. И это ведь очень важно, потому что помимо обозначенных экономических вопросов, ведь есть еще и вопросы безопасности, потому что рядом находится регион Кавказа, недалеко находится Сирийский фронт борьбы с международным терроризмом. И все эти аспекты очень важны. И именно взаимопонимание государств, нахождение общих точек соприкосновения, а что невозможно без экспертных встреч и предложений, проработки этих самых предложений. Это крайне важный момент, без которого невозможно гарантировать безопасность ни экономическую, ни политическую, ни экологическую всех стран при «Каспии». Поэтому это крайне важные такие встречи. Спасибо большое, Юрий Евгеньевич, за то, что нашли время и пришли к нам в студию. Я надеюсь, что мы с вами встретимся, встретимся не раз. Тем более, вы уже сказали, что будет целый ряд очень важных, в том числе и для нашего конкретного локального региона, Саратовской области, встреч, конференции, различных больших мероприятий. Спасибо вам большое. Спасибо вам за приглашение. Ну а с вами, дорогие телезрители, я не прощаюсь. Сегодня у нас программа необычная. Мы продолжим этот разговор, но уже с другим гостем. Итак, мы продолжаем нашу программу. И у нас следующий гость. Сегодня, я напомню, программа необычная. Сегодня у нас два госта. Тема очень интересная и очень важная, на мой взгляд. И на взгляд, я уверен, тех людей, кто пришел сегодня к нам в студию. Итак, я представлю. Это Марина Лапенко, директор Центра Евразии по Волжам. Центр этот информационно-аналитический, а следовательно, вы обладаете и информацией, и обладаете, я так скажу, экспертным аналитическим мнением, выкладками, материалом. Мы говорим о евразийском пространстве. Мы говорим о синергии сотрудничества аналитических центров на пространстве Евразия. Мы уже с Юрием Евгеньевичем затронули несколько тем. Я напомню, это наш первый гость. Это гость в первой части программы. Мы уже затронули несколько тем. Это три экспертных заседания. Реалполитик. Центральная Азия. Итоги 25 лет развития. И Каспийский регион. Там экономика, безопасность, интеграция. Есть еще одно мероприятие в рамках этого проекта. Это вторая молодежная евразийская школа. Первая была в прошлом году. Вот скажите, пожалуйста, во-первых, что это за евразийская школа? И поскольку она вторая, чем она отличается от первой? Действительно, в прошлом году прошла первая евразийская школа. Она прошла достаточно успешно. Это был наш первый опыт работы в молодежной среде. Вторая евразийская школа проходила в Астане, Республика Казахстан. С 17 по 21 апреля. Организаторами данного мероприятия стали Евразийский национальный университет. Собственно, на площадке этого университета, факультета международных отношений, проходила школа. Также в качестве организатора выступил фонд поддержки публичной дипломатии именно Горчаковой и информационно-аналитический центр Евразия по Волжье. Школа собрала 20 участников из всех стран Евразийского экономического союза и вызвала большой интерес среди молодежи, студентов, аспирантов, магистров. И мы получили порядка 50 заявок, поэтому отбор слушателей происходил на конкурсной основе. 50 заявок от желающих принять участие. Да, это был действительно конкурс. И мы считаем, что это определенный успех, поскольку информационная отдача от первой молодежной евразийской школы таким образом была позитивной. Какие вопросы там обсуждались? С чем приезжали туда участники? Откуда эти участники были, если можно? Это только Казахстан и Россия? Или, может быть, это более открытое сообщество? Что касается первой молодежной евразийской школы, это были участники из России и Казахстана. Сейчас мы расширили формат, и здесь теперь 5 стран, все участницы Евразийского экономического союза. Что касается лекторского состава, то здесь были представлены как российские, так и зарубежные эксперты. Например, у нас были спикеры из Соединенных Штатов Америки, были спикеры из Индии. И таким образом мы пытались интегрировать все основные ведущие аналитические центры и практики, и дать молодежи навыки анализа. В основном это критический анализ, потому что мы знаем, что в информационную эпоху очень много информации, в том числе касающейся евразийской интеграции, развития Евразийского экономического союза. Но она должна подлежать критическому анализу, осмыслению. И основная цель проведения второй молодежной школы – это формирование нового поколения аналитиков, обладающих необходимыми знаниями, компетенцией для того, чтобы готовить серьезные аналитические материалы. И в частности проводить такой анализ, который мог бы приводить к каким-то практическим рекомендациям по улучшению эффективности деятельности союза. Вторая школа прошла. Будут ли у нее выпускники, квалифицированные, знающие аналитики? Они будут у нас? Формат школы предполагал не только пассивные лекции, но и в том числе интерактивные занятия. Уже в ходе школы, в ходе проведения мероприятия стало понятно, что это действительно очень талантливые молодые люди, которые в будущем могут составить костяк новой молодежной евразийской экспертной среды. И мы надеемся, что они получили не просто сертификаты, они действительно получили очень ценные навыки анализа, работы в информационном пространстве. И тот фидбэк, который мы получаем сейчас, не только фотографии прекрасного города Астаны, но и информационные отзывы, они уже свидетельствуют о том, что сложилась некая общность. Участники второй молодежной школы уже общаются между собой, готовят информационно-аналитические материалы. И в ходе школы они презентовали свои собственные итоговые финальные презентации, состоящие из трех частей. Это история, это настоящее и будущее. История – это то, что связывает наши страны, то, что является фундаментом. И, кстати, в ходе второй молодежной евразийской школы был представлен форум победителей «Победа, добытая единством», который состоялся 28 апреля текущего года в Астане. Это масштабное мероприятие, которое еще раз подчеркнуло значимость итогов Великой Отечественной войны и победы, которая является фундаментальной основой наших будущих отношений. В разделе «Настоящие» они делали проекты по тем основным направлениям деятельности Евразийского экономического союза. Это сотрудничество в области торговли, промышленности, агропромышленного комплекса, инновационного развития, создания информационной платформы Евразийского экономического союза. Ну и будущие проекты касались в основном инновационного развития, потому что, находясь в Астане, мы не могли обойти вниманием этот вопрос, потому что Астана готовится встретить Экспо-2017 и является такой площадкой для будущего развития. Марина Владимировна, вот этот замечательный проект синергии сотрудничества аналитических центров, на Ваш взгляд, вот эта сама идея синергии аналитических центров на пространстве Евразии, имеет будущее, вот реальное будущее? Если имеет, то какое? Почему мы взяли за основу термин синергии аналитических центров? Потому что на протяжении 25 лет это был действительно независимый путь развития каждого государства. И на повестке очень актуальным вопросом является вопрос объединения усилий, подготовки общих аналитических материалов. Те три аналитических материала, которые были подготовлены в рамках реализации проекта, они действительно были совместным продуктом экспертов из России и Казахстана. То есть основная идея заключается в том, чтобы не готовить отдельные аналитические доклады российским экспертам или казахстанским экспертам, а делать некий общий продукт, который будет востребован и в России, и в Казахстане. Ваши позиции, ваши разработки находят поддержку в российских властных структурах, в казахстанских властных структурах? Что касается востребованности, то синергия аналитических центров Евразии – это социально значимый проект, который получил финансовую поддержку на основании конкурса, проведенного Национальным благотворительным фондом, и который получил поддержку государственных структур, в частности президента Российской Федерации. Любое наше мероприятие сопровождается тем, что мы принимаем итоговую резолюцию, которую в дальнейшем рассылаем специализированные органы, ведомства, в частности, в такие структуры, как Евразийская экономическая комиссия, Министерство иностранных дел. И данный проект был отмечен даже со стороны министра иностранных дел Сергея Викторовича Лаврова, как значимый проект. Подводя итоги данного проекта, основная наша задача заключается в том, чтобы дать информационное сопровождение проекта, максимально распространить информацию о проекте, представить аналитику не только широкой экспертной среде, но и в том числе широкой общественности. Марина Владимировна, я благодарю вас за то, что вы приняли наше приглашение и пришли к нам в студию. Я благодарю вас за этот очень важный, очень глубокий разговор. Спасибо вам. На этом наша программа подошла к концу. Я, Владимир Моисенько, прощаюсь с вами и напоминаю, что все выпуски нашей программы вы можете посмотреть на сайте Sarato24TV. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok